Здравствуйте! В эфире «Город С» Татьяна Дмитриева. Как стать волонтером, где можно получить необходимые знания и применить качества и навыки добровольца? Об этом говорим сегодня. В нашей студии руководитель отдела координации деятельности волонтеров дирекции 2018 Юлия Чигарева и специалист Центра привлечения и подготовки городских волонтеров к Чемпионату мира по футболу Олеся Макеева. Здравствуйте, Юлия, Олеся. Здравствуйте. Давайте начнем с ваших персон. Мне лично интересно, как люди становятся волонтерами. Что лично вас побудило к этой добровольческой деятельности? Юлия у нас была, с Олесей, наверное, начнем, чтобы узнать поближе. Ну, я волонтер очень давно уже. Еще даже не будучи студентом, а школьником в городе Октябрьске, откуда я родом, я начала свою волонтерскую деятельность, поэтому мне это очень близко, знакомо. Понятно, зачем туда идут люди, что они хотят там получить. И я с удовольствием сейчас продолжаю заниматься. А направление какое? Вот чем вы начали сразу заниматься? Ну, мы работали со школьниками, получается, со сверстниками, проводили разные акции. Ну, там город маленький, и, в общем, пространство для деятельности было большое. Как ни странно, маленький город, но пространство... Ну, тогда только-только начинало зарождаться это волонтерское движение, а уже будучи студентом здесь, в Самаре, мы тоже активно этим занимались в самых-самых разных направлениях и со школьниками, и с пожилыми людьми. Ну, ваше любимое – это работать среди сверстников, да, так и осталось, или нет? Я, в принципе, люблю работать с людьми, мне очень интересны разные люди, интересен их опыт, их... Без возрастных рамок, вы их не берете в расчет, работаете со всеми, и с молодежью, и с пожилыми людьми. Ну, конечно, потому что каждый может чему-то научить, каждый может дать свой опыт, каждый может рассказать, и быть, ну, интересно просто, в принципе, в общении. Да, это хорошая позиция, кажется, мне правильная, потому что не только отдавать, как привыкли, что волонтер, он только вот что-то делает доброе, делает, делает, ну, еще и такой взаимообмен происходит. Юлия, напомните о себе тоже. Тоже со студенческой скамьи, будучи студенткой Великобритании, Дорожного университета, мы вместе с коллегами создали Центр социальных проектов, сейчас это уже областная региональная организация, которая занимается добровольчеством различными масштабными волонтерскими проектами. Ну, а начинали мы с общения с воспитанниками детских домов, помогали также пожилым людям, помогали, приходили там, убирались и так далее. Ну, с таких простых, добрых социальных дел, я их так обычно называю. Теперь перейдем к следующему направлению. Организация, которую вы возглавляете, называется Дирекция 2018. Звучит очень серьезно. Расскажите, когда она была создана и какие, собственно говоря, цели вы перед собой ставите? Потому что дата уже обозначена, она о многом говорит, и все-таки... Да, возглавляет нашу организацию генеральный директор Роман Дмитрий Алексеевич. Да, мы отвечаем за волонтерское направление, да, за координацию деятельности волонтеров. У нас много разных проектов, питание, гостеприимство, безопасность и так далее. Вот наше направление – это организация деятельности волонтеров. 16 сентября в этом году в МТЛ-арене был дан старт программе «Городские волонтеры» губернатором Самарской области Николай Ивановичем Меркушкиным. И это было как раз в том помещении, в котором несколько лет назад объявили, что наш город станет одним из принимающих городов-организаторов чемпионата мира по футболу. Мы стартовали там 16 сентября вместе со всем студенчеством нашего региона. И мы продолжаем эту добрую традицию, потому что студенты, вузов, СУЗов, ну и, конечно же, школьники, остальные возрастные категории, они являются таким основным костяком, да, основным составом волонтерского корпуса нашего региона. И поэтому 17 ноября в Международный день студентов мы приняли решение, что мы откроем центр городских волонтеров. Это состоится уже завтра. Мы будем открывать это помещение, приглашать туда всех гостей, вот, чтобы мы смогли там вместе организовать работу в дальнейшем нашего волонтерского корпуса. Понятно. Скажите, пожалуйста, Олеся, городские волонтеры, кого вы ждете? Кого вы, вот как вы, специалист по привлечению и подготовке, кого вы привлекаете и будете готовить? На кого вы рассчитываете вообще волонтер городской? Ну, самое главное качество, которым должен был отдать волонтер, городской волонтер чемпионата мира по футболу, это гостеприимство и любовь к родному городу и желание активно участвовать и принимать тех гостей, которые к нам приедут. Ну, здесь сразу и человеческие, вот, быть гостеприимным, это, наверное, вот, свойство личности, да, не все, вот, даже вот, при большом старании могут быть гостеприимными. То есть изначально нужно в себе, чтобы это было, да? Ну, как минимум, настроиться на дружелюбие, доброжелательным человеком. Да, наверное. А еще по критериям у нас есть только возрастное ограничение, нижняя граница определена, что на май 2018 года будущий кандидат должен уже быть в возрасте 16 лет, то есть в настоящем. И может быть сейчас 14, и к нам приходят такие ребята тоже, подают заявки, становятся кандидатами. Верхних границ по возрасту у нас нет, поэтому мы ждем абсолютно всех желающих. Мы очень гордимся, что среди наших кандидатов есть так называемые серебряные волонтеры, то есть те, кому уже за 50. И самые опытные среди зарегистрировавшихся сейчас это кандидаты в возрасте 72 и 79 лет, которые могут дать фору еще многим молодым. Они активно участвуют в жизни и нашего центра, и в принципе волонтерской деятельности области. Да, надо же. По количеству. Будет ли какой-то отбор? Насколько вы рассчитываете волонтеров? Вообще должно быть сколько волонтеров? Потому что может быть и меньше, и больше. Если будет больше, то вы будете, наверное, отбирать лучше. Конечно, будет отбор. У нас финальная цифра должна выйти на 1300, около 1300 волонтеров именно в направлении городские волонтеры. Сейчас зарегистрировано более 2000. Но чтобы у нас был такой хороший достойный конкурс, мы надеемся, что будут еще кандидаты, чтобы у нас в итоге вышла нужная нам цифра. Ну и, конечно, обучать мы будем также с неким резервом, чтобы все дошли до финала. И мы уже подвели... Сейчас зарегистрировано более 2000 кандидатов, как я сказала. Мы подвели такую некую статистику. Вот есть интересные факты. Олеся, может, сейчас озвучит какие-то моменты. Ну, еще по численности хотелось отметить, что мы буквально позавчера отметили 2018-го зарегистрирующегося. Ух ты, совпало. Да, человек такой очень активный, интересный. Надо какой-то ему приз дать. Не приз, а что такое памятное. Да, мы будем ждать его в нашем центре. А по статистике, очень разные кандидаты, они все очень активны. Две трети кандидатов, которые регистрируются на сайте, говорят о том, что у них уже есть опыт волонтерской деятельности. Практически все говорят о том, что они были волонтерами в мероприятиях, посвященных Дню празднования Победы. То есть все имеют такой положительный опыт работы со старшим поколением. Очень много изучают иностранные языки, почти три четверти. В основном это, конечно, английский язык, но среди других есть и такие не очень распространенные. Мы тоже гордимся, что среди наших кандидатов есть люди, которые в совершенстве владеют такими языками, как, например, Айнский, Тацкий, Японский, что не так активно распространено у нас в области. Ну и в основном волонтеры, кандидаты, которые регистрируются в волонтерах, говорят о том, что они хотят работать по направлению работы со зрителями на фестивале болельщиков, который, как мы знаем, будет осуществлять свою деятельность на самой большой нашей площади, на площади Куйбышева, все 32 дня в рамках чемпионата. И также говорят о том, что они хотят попрактиковать свои знания языков и завеляют себя в позиции лингвистического сопровождения на самых разных функциях. Ну а главным стимулом, почему регистрируются кандидаты, это прежде всего получить какие-то новые знания, навыки, попрактиковать свои уже имеющиеся навыки, в том числе языковые, но и другой опыт волонтерства. Да, вот какая хорошая позиция. Опять же, вот мы к ней возвращаемся. Не только отдавать, да, вот там встретил спортсмена, довел его, поселил, встретил опять. А именно, когда такой взаимно выгодный, тут уже вот не нужно скрывать процесс, это будет интереснее всем, да, получается? Ну конечно, волонтерство это на самом деле уникальная практика, это уникальный социальный опыт, да, опыт общения, опыт взаимодействия с людьми, опыт участия в организации каких-то мероприятий, навыки вот этого менеджмента, они пригодятся потом на любой позиции, да, где бы ни были. Поэтому это очень полезная вещь для самих волонтеров. Да, я хотела бы еще узнать о специфике и особым, может быть, требованиям к волонтерам, которые будут работать именно на чемпионате мира по футболу. Потому что не все тут направления и пригодятся, и не нужные, наверное, будут, а вот именно специализация какая. Ну, мы вначале озвучили это требование, единственное такое, скажем так, сложное, наверное, направление, которым всегда нас все спрашивают, это все-таки владение иностранными языками. Конечно, мы очень как бы надеемся и приветствуем кандидатов, которые будут владеть иностранными языками, кроме английского, это французский, немецкий, португальский и так далее. Вот, кстати, ребята этих языковых групп, они почему-то иногда комплексуют, говорят, а только английский, да, на самом деле все языки. На английском-то много-много могут говорить, а на французском и немецком не так. Все языки важны, если вы владеете каким-то другим языком, это тоже обязательно нужно указывать в анкете. И впоследствии у нас, как проходит программа отбора, кандидаты приходят на рекрутинг. Вот, собственно, вот этот центр городских волонтеров, который мы открываем, там есть несколько зон, это зона рекрутинга, тренинговая зона, рабочая зона, откуда как раз мы приглашаем на все интервью. Эти собеседования личные проводят специально обученные, подготовленные рекрутеры, которые имеют уже некий опыт, да, в участии в волонтерских проектах масштабных, участвовали в Олимпийских играх, в универсиаде, в наших региональных мероприятиях. И, соответственно, на этих личных собеседованиях они помогают кандидату максимально раскрыть себя, рассказать о всех своих там знаниях, навыках, компетенциях, которые были до участия в волонтерской программе. Потому что, конечно же, у нас будет программа обучения, которая поможет им как-то дорасти, да, до каких-то требований конкретных. Но, тем не менее, в рамках вот этого интервью мы помогаем ребятам раскрыть свой некий потенциал, проверяем также владение иностранным языком, если он ранее был заявлен кандидатом. Вот. Ну и, соответственно, вместе выбираем ту функцию, ту позицию, на которую он был бы максимально продуктивен, полезен, ему самому было бы это интересно. Вот. Это все происходит в ходе вот этих личных собеседований. И мы планируем, что вот этот центр городских волонтеров, там общая площадь 200 квадратных метров, предоставил данное помещение опорный вуз нашего региона, который стал таким другом и надежным партнером программы «Городские волонтеры» Самарской области. Это Самарский государственный политехнический университет в 9-м корпусе на улице Новосадовая, 10. Это недалеко от метро Алабинская. Да, хорошая площадка и место хорошее. Мы гостеприимно ждем всех, кто захочет присоединиться к нашей программе. Понятно. Значит, приходит желающий, проходит первичный отбор. Дальше как будет выстраиваться его подготовка, до какого момента, собственно, она будет продолжаться? Это для всех одинаково или, может, какой-то индивидуальный там? Да, есть конкретные сроки, они запланированы уже сейчас. До февраля 2017 года будет идти регистрация на сайте волонтер63.рф и вот эти личные собеседования, индивидуальные собеседования. После этого мы возьмем некий тайм-аут на то, чтобы сформировать итоговые списки. И планируем, что в четвертом квартале 2017 года мы всех оповестим от обранных кандидатов и пригласим их на программу подготовки, которая тоже будет... По специализации, вот как раз, про которую я говорила. Да, по функциям, по направлениям, да. Будут какие-то общие формы, общие темы обучения, да, погружение в тематику чемпионата. Обязательно будет тематика краеведения, да, потому что не всегда волонтеры быстро ориентируются и отвечают на вопросы, что посмотреть, где у нас какие-то интересные там места, достопримечательности и так далее. Поэтому обязательно будет этот блок. Ну и такие объектные обучения будут проходить, когда волонтеры уже придут непосредственно на место своей работы, познакомятся с этим. Функциональные расскажем, что конкретно им нужно будет делать и так далее. Ну и я хочу сразу сказать, что некоторые как бы думают, что программа, она будет такой достаточно длительной. Она будет выстроена по удобному графику, в свободное там от учебы, работы время. В основном это либо вечернее время, либо выходные. Такие курсы, лекции, да? Да, да, ну тренинговые, в основном тренинговые формы. Поэтому это не будет какой-то такой прям вот длительный. Ушла на полгода. Да, на полгода пропала в обучение. Нет, на самом деле будет специально выстроенный график, и мы таким разумным темпом подойдем к маю 2017 года, вот, когда уже, собственно, волонтеры получат экипировку, соответствующие сервисы, бесплатный проезд, транспорт, питание будет организовано для волонтеров. И с 15 июня мы приступаем к работе на самом чемпионате. Да. Олеся, вы как специалист раскроете свои профессиональные секреты. Как вы отбираете, подбираете волонтеров? Вот какие критерии учитываете лично вы при работе? Ну, уже, прежде всего, должно быть желание, активное желание работать, потому что, когда очень хочется... Первое желание, да. ...быть в центре событий, быть активным участником, человек найдет любые возможности для того, чтобы себя реализовать. Ну, а дальше мы, конечно, смотрим, насколько ответственно человек подходит к выполнению, там, своих задач, функций, которые он берет на себя. Ну, это, пожалуй, самое главное основное. У нас есть ребята в центре, которые нам сейчас... Уже в центре стали нашими волонтерами, помогают нам организовать всю эту деятельность. И это и школьники, и студенты, и также и волонтеры серебряного возраста, которые там нашли возможность находить свободное время, а прежде всего, очень-очень хотят быть с нами, быть уже сейчас в центре событий по подготовке к чемпионату и неактивно участвовать в деятельности нашего центра, который только-только набирает свои обороты. А уже есть первые отзывы, какие-то первые итоги? Вы можете подвести? Вот кто уже прошел? Что вот они говорят? Пока еще нельзя сказать, что кто-то прошел. У нас есть люди, которые потихоньку начинают там проходить отборочные процедуры. Вот мы точно знаем число попадавших заявки сейчас на нашем сайте волонтер63.рф. Это вот на сегодняшний день это около 2100 зарегистрировавшихся. И уже около половины прошли там какие-то отборочные, такие технические процедуры, когда мы просим дозаполнить заявки, когда мы просим там внести какие-то изменения, потому что видим, что там человек может быть неправильно... Фотографию неправильно прикрепил. И потихоньку сейчас приглашаем на интервью. Но конкретно, что мы кого-то уже взяли, мы сказать не можем, потому как процедура длительная до конца февраля. Мы еще можем назвать активные учебные заведения. Я думаю, что им тоже будет приятно себя услышать. Сейчас самые активные представители педагогического нашего университета, политехнического, соответственно, Самарского университета, или бывшие аэрокосмические, и медицинский университет. Вот они пока в лидерах регистрации. И все пригодятся. И все можно найти, даже по специализации. И среди колледжей это Самарский энергетический колледж и Поволжский государственный. Среди них тоже максимальный процент этих мероприятий. И еще мы, кстати, всех будем принимать на базе нашего центра. Но для тех университетов, в которых будет такое большое количество зарегистрировавшихся, мы сделаем выездной рекрутинг. То есть приедем на место самого университета, чтобы не нужно было далеко идти. Сразу в родных стенах можно будет пройти собеседование. Вот первый такой выезд мы делаем с педагогическим университетом уже на следующей неделе. Понятно. Конечно, это очень важно, потому что именно по волонтерам все будут судить о горожанах. И не зря у вас и программа называется «Городские волонтеры», потому что действительно слово «городские» здесь ключевое. А какой портрет городских волонтеров? Вот что вырисовывается? Даже, может, с процентным соотношением на 80% молодые люди, на два серебряных возраста. Средний возраст регистрирующийся – это 20-21 год. В основном это студенты. В основном это студенты вузов, чуть поменьше СУЗа и примерно столько же школьников. И где-то там треть – это уже работающие, то есть взрослое население, которое уже не учится нигде. В основном это представители женского пола. Больше 60% – да, жалко. Поэтому очень ждем, конечно, юноши, потому что мужчины в коллективе – это всегда такая надежная опора. И есть функции, когда требуется в том числе и мужская сила. И физическая сила. Да, да. Что еще? Про опыты уже говорил, что в основном это опытные кандидаты. Ну и тем не менее, несмотря на то, что программа называется «Городские волонтеры», регистрироваться могут и участвовать в этой программе не только жители города Самара, очень важно просто на момент чемпионата и на момент обучения, чтобы кандидатам было, где здесь поселиться. Может быть, это будут родственники, друзья. Да, мы ждем и близлежащие города – Новокович, Чапаевский, Нель, Тольятти. Вот это очень важное дополнение, потому что… Да, и в принципе все наши муниципальные образования, я повторюсь, если есть место проживания на территории города Самара в период чемпионата, потому что обучение, оно будет такое краткосрочное. Ну, можно будет приезжать. Можно будет приезжать, уезжать или пройти там что-то, может быть, по интернету, какие-то направления, да. Вот, поэтому если есть место проживания на территории города на период самого чемпионата, то мы встретим и будем рады видеть в нашей команде представителей и из Сызрани, и из других городов. Кстати, они тоже сейчас регистрируются, мы их ждем. Да, это, конечно, станет событием в жизни каждого волонтера, поэтому не стоит ограничивать, если есть желающие, тут рядом, не так далеко, там тоже далеко. Даже если те, кто проживает далеко, мы с ними также проводим интервью. А вопросы размещения вы на себя не берете, да? Вот они у родственников или где-то сами должны уточнить. Только сами. То есть вы ничего предоставляете, чтобы не было таких иллюзий, что я приеду и тут меня поселят куда-то. То есть сервис проживания, он не запланирован, он не входит. А остальные сервисы, которые я до этого обозначила, они предполагаются, да, питание, проезд и так далее. Мы очень много говорим об этом времени, 20-18. И я думаю, что вы-то как раз уже больше всех представляете, как все это будет выглядеть, потому что с вами и работает, и вы работаете в этом управлении, вас учат и готовят к тому, что это будет. Вот поделитесь, пожалуйста, чтобы у нас тоже была вот эта картинка, что мы представляем, вот что это будет, как все это начнется, как, откуда, кто куда поедет, куда идти, какие мероприятия. На самом деле сейчас идет очень масштабная вообще подготовительная работа по всем фронтам, я бы сказала, по всем направлениям. Часть ее мы видим на улицах нашего города и нашего региона. Это инфраструктура, дороги, здания, там, стадион, помещения и так далее. Часть пока скрыта от глаз. Это те организационные моменты и вопросы, которые выстраиваются, в том числе вот наш проект, да, это волонтерская программа. Это все требует больших временных затрат, больших ресурсов, и все это сейчас реализуется. Но мы уже погрузились вот в эту тематику, и мы, если честно, испытываем такой хороший драйв, потому что это очень интересно, быть частью вот такого масштабного проекта, частью его истории, частью того, как он становится, да, появляется из чего-то небольшого, да, из, можно сказать, из документов, да, рождается в итоге вот это масштабное событие, и мы участвуем в его организации. Задействована вся страна, 11 городов, всего в волонтерской программе будет участвовать в рамках двух направлений, около 40 тысяч добровольцев по всей стране. Это колоссальные цифры, раньше такого еще не было. В Олимпийских играх участвовало 25 тысяч волонтеров в программе. На универсиаде было 20 тысяч также волонтеров. И сейчас масштаб еще больше, да. А вот можно уточнить, те волонтеры, которые в Сочи были, самарские, они вот уже претендуют, заявили о себе или нет? Они там вот были, скажут, ну, зачем мне еще раз такое испытание или нет? И у них же есть определенный опыт, его тоже можно использовать. Конечно, его нужно использовать и применять, в хорошем смысле слова, да. Есть такие кандидаты, среди рекрутеров, как я уже говорила, у нас есть такие ребята, которые поучаствовали в волонтерской программе Олимпийских играх, получили этот опыт. И мы ждем их. Мы понимаем, что, ну, с 2014 года прошло определенное количество времени. Может быть, кто-то завел семью детей там на работу или что-то такое уже. Может быть, сейчас у него меньше времени для участия в таких процессах. Но, тем не менее, они также регистрируются, указывают, рассказывают об этом. У них даже какое-то льготное, наверное, есть какие-то такие, так скажем, вот... Ну, опыт мы, конечно, будем учитывать. Учитывая, на него смотрим и просим не стесняться и заявлять о своем опыте. Пусть он, может быть, не такой масштабный, не все были на Олимпиаде в Сочи добровольцами, волонтерами, а делали что-то там для своих жителей села, помогали там бабушкам, дедушкам по хозяйству. Это тоже очень важно, мы тоже на этом смотрим. Поэтому призываем всех кандидатов не стесняться, а говорить о всех тех добрых делах, которые они уже делали. Ну, вот вы говорите о таких больших масштабах, о том, что это большая организационная работа и что-то много-много-много. У меня такой вопрос, а могут ли быть волонтеры-одиночки? Вот сам по себе, я пойду встречу самолет, посажу или подойду на соревнования где-то, возьму туриста, проведу его по знаковым местам. Или нет, или только все организовано, только все в таком порядке, запланированном. Как вы к этому относитесь? Обязательно. Если в части там, как бы, аэропортов, да, каких-то площади фестивалей болельщиков, да, и так далее, стадионов в том числе. Здесь есть некие организационные процессы, да, в том числе вопрос пропуска, да, вопросы бейджевой системы. То есть лучше все-таки вступить в эту организацию вашу, вот, городских волонтеров? Ну, человек, если хочет, я считаю, что вот на улице, да, так как у нас будет очень много болельщиков, да, иногородних, иностранных. И я думаю, что у всех будет возможность подсказать, помочь, направить, сориентировать, как куда пройти. И, ну, я думаю, что будут с такими вопросами обращаться очень много к жителям нашего города. Вот, да, это очень важно. Надеемся, что они также проявят некое, как бы, радушие, да, и помогут нашим иностранным гостям иногородним. Потому что, на самом деле, это же вопрос еще туристической привлекательности нашего региона. И вопрос того, насколько им будет в Самаре комфортно, насколько они почувствуют ритм этого города, насколько они захотят вернуться в этот город и в этот регион. И от этого зависит и наша, как бы, деятельность, да. Вот, поэтому надеемся, что мы все проявим вот эту, может быть, инициативу, да, вот как вы сказали, что... Потому что, на самом деле, это важно, потому что волонтеров сколько, вы сказали, всего будет? Две? Всего около трех тысяч. Три тысячи, да. А город-то миллион двести тысяч, да. И вот эту сторону тоже нужно решать, потому что любой огрех со стороны вот неволонтера, да, какой-то, да, он может перечеркнуть тоже впечатление. Вот абсолютно с вами согласна, что действительно должен быть такой городской маршрут. Да, к сожалению, как у нас вот даже в рамках наших таких рабочих процессов мы говорим, что если вдруг подумают плохо об одном, да, волонтере, то для себя создастся картинка, что плохие все. Так же, как бы, и о городе, да, что если кто-то где-то что-то не так сделает, то впечатление сразу такое общее. Ну, надеемся, что мы сможем избежать каких-то таких проблемных вопросов и в целом достойно представим не только наш регион, но и страну. И, кстати говоря, у нас недавно проходило тоже очень такое красивое мероприятие получилось совместно с Домом Дружбы Народов. Мы провели презентацию для различных национальных объединений, народности, да, культур нашего региона. Что немаловажно, у нас же столько. Это же тоже плюс такой, да, столько культур, это же нужно все показать. Да, и они тоже изъявили желание и участвовать в этом процессе, поддержали нашу программу, нам тоже это очень отрадно и приятно. Мы рассказали также о том, как стать волонтером на чемпионате в рамках двух волонтерских программ, как подать заявку, помогли зарегистрироваться. Ну, обычно у представителей старшего поколения иногда возникают сложности с работой с сайтом, как бы с заполнением анкет, поэтому мы могли зарегистрироваться всем, кто присутствовал на этом мероприятии и вместе поговорили вот на эту хорошую интересную тему. Да. Олеся, ну, чтобы подытожить и чтобы мы понимали уже желающие, как поучаствовать в этом интересном процессе, расскажите, куда можно обращаться, когда, до какого периода. Ну, прежде всего... Что будет происходить с кандидатами, ну, вот у нас... Все желающие, которые хотят стать городским волонтером в рамках чемпионата, в первую очередь нужно зарегистрироваться на сайте волонтер63.рф. Да, еще раз покажите, чтобы... Да, мы всех ждем там, там двухэтапные регистрации, сначала вы заводите свой, можно сказать, личный кабинет на сайте, потом в этот личный кабинет нужно войти и там уже заполнить анкету подробно, там понадобятся и паспортные данные, и фотографии в электронном виде. После того, как вы заполняете анкету, она появляется у нас в базе, мы можем уже позвонить кандидату и пригласить его на личное интервью. Все новости у нас также на нашем сайте волонтер63.рф и, конечно, в группе ВКонтакте есть группа городских волонтеров Самары, мы также там оповещаем всех о предстоящих мероприятиях, мы там ждем наших волонтеров, мы там ждем вопросы, которые, если возникают при регистрации... Да, что немаловажно, обратная связь должна быть. И в том числе, если вдруг у кого-то возникают сложности с регистрацией на сайте, мы ждем в любое время, в рабочее время в нашем центре, для того, чтобы мы с удовольствием поможем зарегистрироваться, сделаем это вместе непосредственно у нас в центре. Ждем всех на Новосадовой 10, Центр городских волонтеров. Еще один момент хотел сказать, что очень важно помнить о наследии чемпионата, о том, что, ну, не просто вот он пройдет и все, да? Вот, на самом деле, в том числе сайт, например, да, волонтер63.рф, мы надеемся, что он выступит неким таким наследием для добровольческого движения Самарской области. Там сейчас аккумулируется и будут продолжать аккумулироваться различные интересные события, мероприятия нашего региона, чемпионата. Спасибо, Юля, за такой, да, вот, такой уже мостик в будущее. Спасибо за то, что пришли, за информацию очень важную и полезную, которую дали. Спасибо еще раз. Спасибо вам за внимание. Всего хорошего. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok